всем привет мои хорошие с вами любовь и мой мирок орхидей вот такая вот красавица сегодня перед вами это был дикий кот который когда-то цвел бабочкой на нижних лепесточках но в этот раз он процвет совсем не бабочкой и попадает у меня тут вся моя конструкция и не нравится этому коту то место где он стоит там жарче чем в другом помещении у меня здесь на ворхо квартире посажены он в мелкую по моему кору плохо видно матовый горшок и сверху мох просидел он в этой посадке чуть больше года нарастил два листика вот этот листочек и начал ростить вот этот плохо видно вам но сегодня мы будем менять ему посадку посмотрим в чем он сидел вижу там есть испорченные корешочки высыпать субстрат будем сразу вот сюда вынимаем держатель в принципе и цветоносик можно убрать верхнюю часть он у нас стал папой ну стал или нет мы узнаем позже кому интересно подписывайтесь на бусти ссылочка есть под каждым моим видео ну да он посажены в очень мелкую кору то что сейчас здесь мокро не обращаем внимание потому что растение было специально напояно снизу чтобы было легче его освободить ну картинка здесь такая не очень хорошая коты вообще вредные растения на мой взгляд и к ним сложно подобрать посадку эту кору повторно использовать я не буду поэтому все не нужно выкидываем у меня в принципе сейчас запланированные уже пересадки как вы поняли всем орхидей ком которые в этом нуждаются которые простояли у меня год пересаженные и в принципе не под не дали никаких мне сдвигов я всегда даю шанс растения адаптироваться в той или иной посадки почему он был посажены в мелкую кору потому что он изначально был посаженный в такую мелкую кору поэтому и было тогда принято решение посадить его в такую же мелкую кору сейчас удалим все корни плохие которые мне не нравятся удалим часть шейки так чуть-чуть чтобы вам было получше видно шейка чистая все здесь хорошо никакого гниения нету снимаем отрезать можно тяжики так вот этот корень тоже такой видите не очень хороший поэтому тоже мы его так отсечем какая кора снимается мы ее убираем видно много закукленных корней то есть вот растение на протяжении всего это времени опять же показывала всячески что ему не нравится эта посадка несмотря на то что растение нарастила листики так будет вам получше видно убираем еще крышочки какие не нравятся здесь испорченной не будем так отрежем до сухого так зачистим листик у нас один ушел за год да 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 вот ты вообще такие любители попить у меня дома тоже есть код ну то есть у меня два кота и тот код насколько я помню и если не ошибаюсь посаженный мы с вами эту информацию обязательно проверим но когда коту надо будет нужно будет пересадка так снимаем кусочки коры которые снимаются насильно ничего этого не делаем этот корень тоже вот так отсечем и вот здесь эти нижние листики прям вот сильно потеряли тургор видите они такие прям дряблые вот этот корешочек не знаю получится у нас с вами заправить субстрат или нет мы его уже сломали он в любом случае бы сломался так отрезаем хотела до хорошего но раз он все вроде чешуи больше нигде нет замачивать я его ни в чем не буду сейчас мы просто посадим с вами в другую посадку ну а другая посадка будет в нижнюю часть горшочка верхнюю часть я использовать не буду потому что у него вот такое донышко и как-то вот уже заметила что растением в таком горшке именно орхидей ком почему-то очень плохо живется не понимаю почему в принципе как бы должно быть все нормально но корни вот в эту часть горшка очень редко идут они в основном начинают уходить наверх вот эта часть всегда закисает потому что она без корней и отсюда корни не впитывают влагу и также с этого пространства очень тяжело даже если сюда положить мух очень тяжело подняться наверх этой влаги поэтому я вот такие горшки больше никогда использовать не буду ну а этот эту часть куда-нибудь когда-нибудь применим и она обязательно нам пригодится таких горшков у меня много вот с такой выемкой с ножкой да буду использовать нижнюю часть этих горшков самый низ мы с вами сейчас уложим крупные кусочки коры сейчас сделаем чуть-чуть их помельче или посмотрим здесь чуть-чуть помельче сразу а вот так давайте вот такие кусочки в самый низ эти кусочки будут служить дренажом в принципе можно вот этот кусок положил вот таким образом сделали с вами дренажик сюда положим еще сюда сюда кору ему из наших лесов можно приобрести у меня девчат в к или по электронной почте ссылочки все есть в описании под видео так в принципе ну вот неплохая корневая обезвожено конечно но все это поправимо главное вовремя начать предпринимать что-либо вот эти нижние листочки бы конечно удалить потому что они очень скоро уйдут от растения и чуть-чуть заглубить вовнутрь как раз освободиться и глубже сядут вот эти корни да с этой стороны тем более тоже у нас есть корешочки давайте два листа нижних мы сейчас осторожно уберем начнем вот с этого по центральной жилки надрываем листочек пополам и тянем в разные стороны и листик снимается также с другой стороны смотрим сразу что осталось и снимаем пинцетиком все какие-то ненужные остатки здесь вижу закукленные старые корешочки вот этот цветонос постараемся сейчас отсюда убрать старый вот так выломав его он уже очень хорошо высох поэтому вот такое выламывание только обеззаразить нас спасет нас от дальнейшего гниения сейчас мы здесь все с вами обработаем и вот с этим листочком с другой стороны тоже так же поступаем вот здесь сколько закукленных корней а там даже у нас по-моему да лес цветонос да 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 вот он был цветоносик видите но ему не хватило сил пробраться конечно сейчас мы заглубим это растение не факт что она потом проберется но может и пробраться если ему хватит сил вот здесь у меня чешуйка осталось но я не могу не подлезть все все давайте буквально на 2-3 минутки зальем все это перетесь все наши срезы на шейке вот так прольем вот видите увидела еще что не сняла чешуйку и и обрабатываем все перекисью в дырочку, где выломали цветонос тоже наливаем перекись там даже ничего не шипит но на всякий пожарный все равно надо у меня тут паучки лазают прям наверх полез не знаю, было вам видно спускался он к вам или нет попозировать о, пришел вот он ну иди вон туда на лампу давай не мешайся нам я таких паучков не убиваю хотя они плетут засранки или засранцы паутинку везде и всюду ну мы с ними дружим они съедают всяких мушек мушек если они появляются ну конечно в квартире этого не сделаешь иначе они заплетут все наши гордины и все на свете ну где мы живем, да знаете, так и хочется мне вот этот лист тоже убрать вот здесь тоже цветонос старый но уже я не буду ничего трогать пускай подсыхает маленечко буквально минуточек 10 и потом мы с вами ее посадим ну что, моя хорошая, орхидейка у нас подсохла накладываем накладываем чуть-чуть прям вот слегка мха, чтобы он у нас там провалился везде везде все хорошенечко у нас тут с вами высохло все замечательно так теперь нам самое главное установить орхидейку в этот горшочек и минимально сломать корни постараться их не ломать так, этот будет сюда закручиваться вот этот закрутили этот куда идет у нас сюда пойдет дикие коты еще такие вредные о, как замечательно она приземлилась у нас с вами и вот этот тоже сейчас сюда отправим как ни старайся отправить у них все корни в посадку они все равно их потом вытаскивают наружу за счет того, что такой плохой тургор у орхидеи ее легче усадить так, берем под основание большой кусок коры и прям ставим и начинаем закладывать ее мхом так, здесь корешок капризничает орхидейка уже себя показала что ей не нравится кора поэтому мы не будем ее мучить пускай живет во мхе так, здесь мы будем все и и и и и и и и Что тут у нас? Подставка наша упала, что ли? Ну да. Сейчас мы все зафиксируем. Ничего падать не будет. Вот так. Добавим еще и коры, чтобы она держалась плотнее и не падала. Орхидейка крупная. На такие мелкие кусочки крупная кора очень хорошо режется орхидейными ножничками. Поближе к основанию укладываю кусочки коры. Здесь с краешку укладываю еще мох. Так. 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 Фиксируем всячески нашу орхидейку, чтобы она уверенно стояла в горшочке. Не забываем ставить лайки, пока смотрите это видео, писать свои комментарии и делиться этим видео в своих любимых соцсетях. А то, смотрю, совсем не пишите комментарии, особенно на YouTube-канале, не поддерживайте меня, а я для вас стараюсь. Чтобы вам было понятно, мотивация пропадает, когда вы перестаете писать комментарии, когда вы не делитесь видео, когда падают просмотры. Мотивация пропадает. Ну, а если пропадает мотивация, значит в итоге пропадут и видео про орхидеи. Поэтому не забывайте, пока смотрите, поставить лайк, написать комментарий, задать свой вопрос. Многие пишут, что смысл задавать тебе вопросы, если ты на них не отвечаешь. Кто смотрит мои видео, все находят ответы на свои вопросы, потому что я читаю ваши комментарии и обязательно в ближайших видео на ваш вопрос отвечаю в комментарии, ой, в видео. Поэтому смотрите мои видео, не пропускайте и тогда услышите ответ на свой вопрос. Сверху укладываем еще мох. Прикрываем все корешочки мхом. Мох у меня жирный. И смачный. Ну, вот она уже практически стоит. Основание, где получилось, видите, дырочка из-под цветоноса. Оно у нас на свободе. Вовнутрь не заглубилось. Вот эти корешочки хочу тоже хорошенечко прикрыть мхом. Чтобы они начали питаться влагой. Наверное, сейчас для прочности мы все-таки вставим ей цветонос, держатель, точнее цветоноса. Сейчас посмотрю, где здесь. Вот так. И зафиксируем орхидейку. За старенький цветоносик. Чтобы она плотно стояла. И уж точно никуда не шаталась. Подкладываем еще кусочки коры. Возле шейки. Вот так. Так, здесь я еще положу чуть-чуть мха, прям вот на корешочек. Видно вам, нет? Вот он, корешок. Никак не могу его зажать в субстрат. А мне очень хочется его туда отправить. Даже тот, как будто бы цветоносик, я вам показывала, когда мы ее разбирали, тоже у нас остался наверху. Сейчас мы еще здесь уложим кусочки коры. Отрегулируем ее, чтобы она у нас более-менее стояла ровно. Она и так такая, знаете, кракозябра капризничает. То листики в разные стороны падают у нее. Все, сверху засыпаем побольше корой. Верхний слой коры будет всегда находиться, в принципе, в сухом состоянии. Потому что поливать будем с одного краешку, на два пальчика в горшок будем наливать водички. Такой будет полив у этой посадки. Под верх я наливать ей воды никогда не буду. То есть заливать ее до самого верха. Поэтому эта кора никуда не убежит, когда мы будем заниматься поливом. Так как горшок переворачивать мы не будем. Сейчас поставлю ее под досветку. И надеюсь, что все-таки у нее шейка выпрямится и она начнет расти ровно кверху. Она стояла у меня в другом месте. Там, где как-то вот в бок на нее падало освещение. Поэтому она, возможно, и так неправильно вытянула всю шейку. Ну, вот такая посадочка у нас получилась. С виду кажется, что очень плотно виднеются корешочки. Но на самом деле здесь плотненько и в то же время есть воздушные карманы. Мох вообще воздухопроницаемый, поэтому воздух туда попадать будет. Ну, а по поводу полива я уже вам объяснила. Полив у этой орхидейки я сделаю дня через 2-3 на 2 пальчика от низа горшочка. По краюшку сразу сейчас определимся, где мы ее будем заливать водой. Где это будет удобнее делать. Наверное, вот сюда сейчас вставлю. Одну минуточку. Сейчас мы ей напишем, что это код. И вот здесь напишем сегодняшнее число. Все. За место бирочек можно использовать вот такие разные вилочки. Они получаются, мне кажется, даже гораздо дешевле, чем покупать специализированные бирки. Всякие разные. И, конечно же, лучше пользоваться пластмассом, а не деревянными бирками. Даже всякие вот палочки после суши, они всегда в посадке плесневают. Возможно, их чем-то обрабатывают таким. Поэтому старайтесь деревянными палочками не пользоваться. Сейчас скажете, а как же кора? Ну, у коры совсем другое свойство. Она ничем таким не обработана, что может заплесневать. Поэтому не сравнивайте кору с простыми какими-то палочками. Вот так вот вставляете любой пластмассовый в виде. Ну, вы меня поняли. Подписывайте число, дату, название орхидейки, если знаете. И, пожалуйста, все прекрасно будет с вашей орхидейкой. Все. Денька через три я подбавлю ей водички на два пальчика снизу. И она постепенно будет подниматься наверх и поить орхидейку. Этого будет вполне достаточно. Сейчас еще вот здесь зафиксирую, чтобы уж она тут поплотней держалась. Все. Вот такая вот посадка у нас с вами получилась. Шейка выпрямится. Если не выпрямится, значит, потом вытяну ее, вставлю сюда держатель и подвяжу тряпочками, чтобы она выровнялась. Я уже так выравнивала свои орхидейки. Кому интересно, пишите. Если понадобится делать это данной орхидеей, мы сделаем это с вами вместе. Все. На этом это видео заканчиваем, мои хорошие. Впереди еще пересадки. Смотрите их в следующем видео. И всем пока-пока. Смотрите их в следующем видео.